Здравствуйте, уважаемые посетители портала goodgame.ru У микрофона BabyMagic И это самое подготовленное интервью за сегодня Отвечаю С нами сидит Шарп, уважаемый пользователь портала Элиарх Как видите, я готовился И он будет переводить для нас вопросы Ну и первый, конечно же, будет стандартный Я знаю, как брать интервью Пусть представится, скажет, сколько ему лет И сколько из них он является прогеймером в Старкрафт Я русский язык, и я уже начинал с Würгой Здравствуйте, я в Китом, Китом, Китом Я в Китай, в Китай, в Китай Я в Китай, в Китай Я 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 в Китай В Китай Он познакомился Он 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 Русский, 26 лет, и мой муж был в гейм-хаге Чиракасе. Сибилян Джамбу. 11 лет уже. Про геймера, да? Да. Для тех, кто не понял, это Шарп. Он играет за терминов всю свою профессиональную карьеру. И следующий вопрос, который я задам, может показаться немножко нестандартным, но я все-таки его задам. Пусть расскажет про то, насколько служба в армии повлияла на его уровень игры, и как он считает, что, ну, сильно ли он, долго ли он возвращался к уровню игры после того, как служил в армии, к тому, который вот высокий уровень игры, сколько времени пришлось потратить после службы в армии? Когда я катался на ньоги, на джаджарю, на джаджарю, на джаджарю. А когда я катался на джаджарю, в армии, на джаджарю, на джаджарю. Как ничего, когда ты был в армии, когда я катался на джаджарю? Поэтому я думаю, что люди тоже знают, и я думаю, что в этом направлении они работают. Ну, в общем, почему я задал этот вопрос, немногие знают, и, скорее всего, те, кто смотрит это интервью, привыкли знать, что когда корейский прогеймер по старгафту уходит в армию, для него заканчивается киберспортивная карьера. Шарп один из тех игроков, кто ушел в армию в очень раннем возрасте, не под конец карьеры, отслужил и вернулся и стал играть на высоком уровне. И вот я ожидал услышать что-нибудь из разряда «я был молодой, решил послужить, а потом всех понагибать», но он почему-то так не ответил. Вот, дальше, ну, конечно же, вначале его еще немного покритиковали, как он только вернулся, но потом он уже, ну, нормальный стал. А, ну вот видите, какой интересный момент. Хорошо, дальше поехали. Конечно же вопрос, как добрались, как перелет, как первые впечатления от России? Чай львас сайо, роща, уттайо, пихэнги кончанайо? Ну, конечно же, Россия очень хорошая, Москва, Россия очень хорошая, очень хорошая страна, ему очень понравилось, люди очень дружелюбные. Еду попробовал, спроси, как попробовал. Роща, мщик, могу панчигейсе? О, вчера, вот это, когда он приехал, в отель заселился, его там покормили, ему очень понравилось, но, соответственно, русская это еда или нет, он не уверен. То, что поел понравилось, и в отеле... Наверное, что-то русское давали, скорее всего. Окей, давайте теперь перейдем вплотную к тому, ради чего мы здесь собрались. Это турнир по Старкрафту. И, соответственно, спросим его, что он думает. Только пусть не стесняется, пусть отвечает как есть. На самом деле, что он думает об уровне игроков, с которыми он на данный момент играл? Русские? Ну, просто с кем он встречался? Он играл не только с русскими. Ну, просто с кем он играл? Бэкбэгин. Я не с думал, что он думал, что он это уровень выше. Он немного изумился этому. Он просто сможет ему играть. И так же, что он играл. Что-то нет. Он, соответственно, в сравнении с тем, что он думал, это уровень выше. Он немного изумился этому. Ну, я, конечно. Окей, давай. И, собственно, он видит, что много лет тренируется. Продолжай. Он очень удивился. Он думает, что ему нужно еще усерднее тренироваться. Такой рефинированный парень. Он проиграл две карты за турнир, обе другому корейцу. Такой вопрос тоже может быть нестандартный, поскольку я очень долго готовился к этому интервью. Примерно минут семь. Я хочу спросить, что он думает о StarCraft за номером два? Играл ли он в него? Понравился ли он ему? Если нет, то что не понравилось? Про второй StarCraft. StarCraft 2. Хэпунчики. Турги, ОТО, ЧОХ, ШИРОХ. А, ТУ? Хэпунчики. Хэпунчики. У меня есть много субботы, и много субботы. Но я старый StarCraft 1, и надеюсь, это было больше, чем старый. Он пробовал много иностранцев. По сравнению с StarCraft 1. Такой вопрос. И его можно сказать, не затянуло. Почему ты выбрал расу Теренов как основную в начале карьеры? Я был игроком боксером, потому что я был игроком. Я был игроком, но я не знаю этого игрока. Что он сказал? Какое имя? Товарищ Ханбон и Рим. Боксер. Боксер. Это, можно сказать, кумир, да? Непростое слово, я долго его вспоминал на русском. Тут понятно. Один момент. Уточняем, как будет кумир. Кумир. Усан. Да. Ну что, теперь надо спросить про русские стереотипы. Пьет ли он алкоголь? Давайте спросим. Сур или маща? Водка? Водка. Вы слышали? Он сам спросил? Все. Чуть-чуть, да? Ну, вы слышите. Хорошо. Понравилось? Нет? Не понравилось. ОТС? Соджу или водка? Да. Я не пью, поэтому. Это очень хороший мир. Но я пью, что я не пью. Соответственно, он алкоголь не очень хорошо пьет. Да, вообще. Не пол чашки. Как в чем измеряется? Ну, стопка. Не знаю. Ну, вот я спросил про Соджу или водка. Вот он сказал, что и то и то пьет очень мало, поэтому не так принципиально. Он не любит алкоголь, поэтому он пьет редко. Есть ли выиграть турнир? Как вы думаете? У него, конечно, болит душа от того, что он проиграл. Он так и сказал. Я понял. Но так как это еще не конец, то он до самого конца будет бороться. Ну, понятно. Что ты говоришь? Я скажу сейчас, да, я скажу. Это был бы конец, я собирался. Я что хочу еще сказать. Ребята, он стримит постоянно, если что. Это сильный корейский прогеймер по первому Старкрафту. Он постоянно стримит свои тренировки на своем канале на Африкативе, куда он сегодня стримил со своего смартфона для своих зрителей и болельщиков. Так что, если что, приходите, смотрите, как он играет. Действительно крутой игрок. Ну, и напоследок спросим, знает ли он какие-то русские слова. Русская, что вы думаете? Хочу изучать? Очень хочется изучать. Я пришел в сутки и встречаться с русскими людьми. Очень хочется изучать и снова идти к стране. Но он служил, он очень скромный. Он хочет изучать русский язык, но кроме «Спасибо» и «Водка», «Спасибо» и «Водка», «Спасибо» и «Водка» и «Водка» и «Спасибо». Как еще? Привет? Привет еще. Матрешка? Балалайка? Ушанка? Шапку? По жесту похоже. Я очень много, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Это интересно. Он знает, что если он отойдет, то он вспомнит. Но сейчас он не может. Спасибо. Конечно, он не скажет. Он служивый человек. Спасибо за интервью. Желаем ему удачи, чтобы он нормально отыграл на турнире. Спасибо, что приехал. Будем надеяться, что Россия ему понравится. Россия самая лучшая. Я могу перевести последнюю фразу. Спасибо, Женя.